Всем привет! Вы на канале Даша Техник и сегодня я хочу вам рассказать про Абрамс. Этот танк стал часто мелькать в последнее время в видео и это результат его применения в боях в Восточной Европе. И сегодня я хочу вам поподробнее рассказать об истории его создания и почему на этот танк возлагается так много надежд. А в руках у меня его коллега Леопард. Так что давайте смотреть. Совсем недавно появились кадры не самого успешного применения американских танков в 2024 году. А на данный момент было известно о трех десятках танков этого типа в рядах ВСУ. И совсем недавно американские танки Абрамс показали свой боевой дебют. Поэтому интересно более подробно узнать, что такое танк Абрамс. Чего же от него ждать? Для того, чтобы получше это понять, давайте перенесемся на несколько десятилетий назад. История создания этого самого совершенного американского танка восходит аж к началу 60-х годов прошлого века. И тогда танкисты впервые обратили свое внимание на реактивные двигатели. И как известно, в те годы реактивный двигатель на самолете воспринимался как само собой разумеющийся. А затем подобный двигатель был приспособлен к вертолету. Правда, реактивная струя не поднимала вертолет в воздух и не толкала его вперед. Она дула на специальную крыльчатку турбину, заставляя ее вращаться. А вот уже от этой турбины шел длинный вал, который приводил во вращение вертолетный винт. И назывался такой реактивный двигатель турбовальным или попросту газовой турбиной. Но ведь турбина может вращать не только винт вертолета, она может приводить в движение и винт корабля, да-да, и даже гусеницы танка. И естественно, без соответствующего редуктора тут не обойтись. И так вертолетной газовой турбиной заинтересовались танкостроители. Турбина имела ряд преимуществ по сравнению с танковым дизелем. Во-первых, она была компактнее и чуть ли не в три раза легче дизеля такой же мощности. И в самый сильный мороз турбину перед запуском не нужно прогревать. И вообще, чем холоднее на улице, тем лучше она работает. Но главное, преемистость турбины лучше, чем у дизеля. А это значит, что и разгоняется танк гораздо быстрее. Он может с места разогнаться до 30 км в час всего за 6 секунд. Дизельным танкам такие показать результаты не под силу. С другой стороны, реактивный двигатель намного дороже дизельного, и он требует установки сложных воздушных фильтров. Потому как потребляет огромное количество воздуха, а воздух не должен содержать пыли. Иначе сотрутся лопатки турбины. За более сложной турбиной нужен и очень квалифицированный уход. Но главный недостаток газотурбинного двигателя – его прожорливость. Это заставляет конструкторов устанавливать на газотурбинные танки топливные баки увеличенного объема. Так что в целом, вся силовая установка боевой машины, включая запас топлива, занимает примерно одинаковый объем. И весит примерно одинаково, что на дизельном, что на реактивном танке. Вопрос о том, что для танка лучше дизель или турбина, не решен до сих пор. Вот, к примеру, на наших Т-72 и Т-90 стоят дизели. А на Т-80 – это газовая турбина. На американском Аппарн все – турбина. А на немецком Леопарде 2 – опять-таки дизель. Эксперименты с новым американским танком в начале 60-х годов шли ни шатка, ни валка. А все потому, что американские конструкторы в то время все свои силы бросили на совершенствование довольно удачного танка – М60. И он, кстати, до сих пор стоит на вооружении многих стран мира. А толчком программе нового танка придал в 1963 году тогдашний министр обороны США Роберт Макнамара. И он являлся ярким сторонником унификации и военной техники. И считал так – если уж и делать самолет, то он должен уметь и бомбить, и выполнять сверхзвуковой перехват. И на палубу авианосца садится. И к танкам Макнамара также приложился, активно пропагандируя идеи создания единого танка для всех стран Запада. Перспективный танк MBT-70, что в переводе обозначает основной боевой танк 70-х годов, предназначался для оснащения всех армий военного блока НАТО. Для своего времени MBT-70 стал поистине революционной конструкцией, напичканной разнообразными новинками. Он имел очень мягкую гидравлическую подвеску, совершенную даже по современным стандартам систему управления огнем. Обладал мощным бронированием. Как-никак делать его, ведь помогали немцы. Они-то уж и разбирались в танках. В общем, хорошая игрушка получилась, только крайне дорогая. Так, если самый лучший на тот момент американский танк М60 стоил 150 тысяч долларов, то MBT-70 тянул почти на полмиллиона. Да и на испытания MBT-70 вышел в не очень подходящее время. Конец 60-х годов из-за войны во Вьетнаме ознаменовался резкими антивоенными настроениями. А под давлением общественности пришлось сократить и затраты на военную технику. Но за счет чего? В США всегда наивысшим приоритетом пользовались авиации, флот, а вовсе не танки. Так что финансирование танковых программ урезали в первую очередь. А в 70-х годах прошлого века пути немецких и американских танкостроителей разошлись. Немцы стали делать свою боевую машину, которая со временем превратилась в Леопард-2. А американцы приняли решение о разработке более простого основного боевого танка 80-х годов, который получил обозначение XM-1. Это будущий Абрамс. Причем этот танк проектировался на конкурсной основе инженерами двух фирм – Chrysler и General Motors. По комплексу боевых свойств перспективный танк должен был превзойти М-60 и при этом не выйти за 40-тонное ограничение по массе. А к концу видео вы увидите, чем это закончилось. До этого все американские танки страдали общей болезнью. Они имели очень высокий силуэт, что облегчало их обнаружение и поражение. XM-1 предстояло сломать эту традицию, и, кстати, пушка должна была быть тоже очень мощной. Рассматривались пушки калибра 105 мм, 110 и даже 152 мм. Окончательное решение по калибру и типу орудия нарезное или же гладкоствольное эксперт отложили на потом. А пока в техническом задании на прототипы XM-1 оговорили необходимость установки по крайней мере 105-мм пушки. Вспомогательное оружие предполагалось спаренное с основным орудием 30-мм автоматическая пушка «Бушмастер», которая предназначена для поражения легкобронированных целей и вертолетов. Но только американцы приступили к работе, как уже осенью всю концепцию нового танка пришлось перерассматривать в свете опыта развивавшейся арабо-израильской войны и затруднений в создании пушки «Бушмастер». Проблему с «Бушмастером» решили очень легко. От этой пушки просто отказались в пользу обычного пулемета – винтовочного калибра. А вот боевой опыт войны в Ближнем Востоке диктовал более глубокие изменения. Требовалось увеличить дистанцию эффективного поражения бронированных целей и количество снарядов в боекоплекте. Нужно было еще больше усилить бронезащиту, а также уменьшить время на подготовку машины к бою за счет увеличения надежности всех систем и улучшения их ремонтопригодности. Качественно усилить броню танка помогли англичане. В 1973 году американская делегация посетила исследовательский центр британской армии, где ознакомилась с многослойной броней. Английские достижения произвели на американцев такое впечатление, что в исследовательской лаборатории баллистики Абердинского полигона начали срочно разрабатывать собственный вариант аналогичной брони. Еще на стадии формулировки концепции основной задачей XM-1 определили борьбу с советскими танками. И таким образом проектировался не просто танк, а именно противотанковый танк. Кстати, арабская война в 1973 году была чрезвычайно богата как раз на танковые дуэли. Что касается пушки, то американские военные сначала даже не смотрели в сторону перспективной пушки калибра 120 мм. И безоговорочно поддержали очень хорошо зарекомендовавшую себя 105-мм нарезную пушку М-68. Ее установка решала и проблему стандартизации танковых орудий в странах НАТО. И 90% всех натовских танков было вооружено пушкой подобного типа. Снаряды калибра 105 мм меньше по размеру, чем 120-мм снаряды. А это значит, что их большее количество можно разместить в танке. А проблему усиления огневой мощи предполагалось решить путем принятия на вооружение новых бронебойных снарядов с урановым сердечником. И по оценкам экспертов, такие боеприпасы обеспечивали уверенное поражение типовых целей. Это советских танков Т-62. А видео про урановые снаряды у меня есть на канале. Конечно, появление в нашей стране новых танков не являлось секретом для американцев. Но они сильно ошибались со сроками поступления их в строевые части. ЦРУ и прочие аналогичные организации промахнулись лет на 5-7. Ожидалось, что Т-72 пойдут в войска лишь в 80-е годы. А у западных конструкторов будет большой запас времени для создания адекватного ответа. Массовое же развертывание новых советских танков с исключительно мощной пушкой, способной стрелять не только снарядами, но и управляемыми ракетами, поставило под вопрос всю концепцию перспективного танка XM-1. Многие специалисты, особенно числа немцев и англичан, считали необходимым противопоставить новым советским танкам боевые машины, вооруженные мощными 120-мм орудиями. И так со всякими уловками победила американская фирма Chrysler. С ней был подписан контракт на полномасштабное проектирование нового боевого танка. А первые предсерийные танки фирма изготовила еще в феврале 1978 года. Испытания этих машин выявили одну серьезную проблему. Это было попадение песка в турбину. И ее удалось устранить путем доработки уплотнителей воздушных фильтров. А другую проблему набивания грунта венц и ведущих колес, что приводило к срыву траков гусеницы, удалось решить установкой простого грязи очистителя и предохранительного кольца, которое не давало гусенице срываться. Потом полностью заправленный и снаряженный боекомплектом танк подвергли обстрелу из различных видов вооружения. Испытания были успешными и произвели на заказчика очень хорошее впечатление. Массовое производство танков Абрамс началось в сентябре 1981 года. Первый серийный танк получил собственное имя – Тандерболт. Такие надписи украшали башни танков батальона, которым в годы Второй мировой войны командовал Крейтон Абрамс. И надо сказать, что бронезащита Абрамса была повышена за счет использования наполнителя, который содержал обедненный уран. Броня была выполнена многослойной, а ее снаряда стойкость в лобовой части башни доведена до 550 мм эквивалентной толщины стального бронелиста. То есть, другими словами, такая многослойная броня как бы заменяла собой монолитную стальную броню толщиной в полметра. Возникли у американцев и проблемы с силовой установкой. В рекламных проспектах на газотурбинный двигатель смело утверждалось, что возможен его запуск при температуре окружающего воздуха до минус 60 градусов. Может быть, на каком-нибудь испытательном стенде такой запуск и возможен, но только не на реальном танке Абрамс. Опыт эксплуатации танков М1 показал, что уже при минус 30 градусов запуск газотурбинового двигателя считается рискованным. Если с первого раза турбина не запустилась, то на второй запуск уже не хватит емкости аккумуляторной батареи. И учитывая сложности запуска турбины в холодную погоду, на М1А1 был установлен вспомогательный энергоагрегат – малогабаритный дизель-генератор, который предназначен для выработки электроэнергии для подогрева батареи и питания электроаппаратуры танка при выключенной основной турбине. А поскольку изначально места для этого генератора в моторном отсеке не выделялось, этот агрегат разместили в бронированном ящике, который просто навешивали на корму бронекорпуса. Первыми получили абрамсы бронетанковые части армии США, оборонявшие, как тогда любили говорить американцы, передний край свободного мира. Это были части, размещенные в Западной Германии, и в дальнейшем в Европу традиционно отправляли самые новые модели абрамсов. Хороши ли оказались абрамсы – вопрос довольно сложный, ведь критерием истины является практика, а крупных войн в Европе после 1945 года не было. В мелких конфликтах и гражданских войнах на Балканах эти танки участия не принимали, а вот на учениях абрамсы проявляли себя неплохо. Могли бы и лучше, но почему-то первые места все время занимали немецкие танкисты на своих леопардах. Реально абрамсы повоевали только в районе Персидского залива. А начиная с 1991 года они громили практически небоеспособную иракскую армию, а спустя десятилетия они направились в Афганистан. Воюют на абрамсах и саудиты. В первую иракскую войну в 1991 году, более известную как «Бурю в пустыне», многонациональными силами, состоявшими в основном из войск США, тогда противостояло в числе прочих и 12 тяжелых дивизий армии Ирака. Да, но только дивизии эти были вооружены устаревшими танками Т-55 польского производства, а также китайскими Т-59 и Т-69. Более современными танками Т-72 и Т-72М советской, чехословацкой и польской постройки комплектовались немногочисленные элитные дивизии Республиканской гвардии Саддама Хусейна. К началу сухопутной операции военно-воздушные силы США и Великобритании уже разбомбили все, что только можно было. Эти воздушные наступления оказали огромное влияние на моральный дух солдат и офицеров вооруженных сил Ирака. Также нарушила систему управления войсками и связи с ними и затруднила снабжение войск боеприпасами и снабжением. Многие иракские танкисты просто бросили свои боевые машины и убежали, не оказывая американцам никакого сопротивления. Главной проблемой для танковых частей американцев в первые часы наступления стали минные поля. И наряду с использованием специальных инженерных машин разминирования преодолевать минные поля предстояло и Абрамсам, оснащенным навесными минными тралами. На третий день наступления 26 февраля 1991 года Абрамсы были остановлены танками Т-72 Республиканской гвардии Ирака. Разгорелась ожесточенная схватка, известная как битва за линию Истинг-73. На дистанции свыше двух километров Т-72 против Абрамса не имел никаких шансов на победу. Американские бронебойные снаряды с урановыми сердечниками входили в броню иракских танков как нож в масло. Противотанковые управляемые ракеты ТОУ, установленные на БМП Брэдли, также легко поражали цели. Иракские же танки могли эффективно бить американцев только с более близких дистанций. Но ближе американские танкисты к противнику просто не приближались. Экипажи Абрамсов открывали огонь с дистанции 3000 метров, вне пределов досягаемости пушек танков Т-72. Официально армия США признала потерянными за всю войну лишь 18 танков Абрамс, причем 9 от огня дружественной техники вроде вертолетов Апач. 9 подорвались на минах, все танки впоследствии отремонтировали, зато на свой счет американцы записали 2000 уничтоженных иракских Т-55, Т-62, Т-59, Т-69 и Т-72. Почему же это произошло? Просто в Первую Иракскую войну Абрамсы действовали на открытой местности под прикрытием авиации, а иракские пехотинцы почти не имели шансов приблизиться к Абрамсу на дистанцию выстрела из противотанкового гранатомета и поразить его в борт. Не могли доехать и до рубежа прицельной стрельбы, и усаревшие иракские танки. А во Вторую войну все изменилось, американцы вошли в город, и дистанция боев резко сократилась. По американским танкам начали не просто стрелять, в них стали попадать. Вот где появились все недостатки Абрамса, о которых американцы до этого предпочитали не говорить. Во-первых, танк-то получился уж слишком большим. К примеру, площадь лобовой проекции наших танков Т-72, Т-80, Т-90 составляет примерно 4 квадратных метра, в то время как у американского танка более 5 квадратных метров. А это значит, что во время боев в американский танк легче попасть. И мало того, лобовой бронелист – это самая толстая и самая тяжелая часть танка. И один квадратный метр лобовой брони современного танка весит порядка 4 тонн. Изначально Абрамс предназначался для противостояния советским танковым колоннам, которые, как думали американцы, вот-вот вломятся в Европу. А Абрамсы, обладающие непробиваемой лобовой броней, могли бы стать сильным сдерживающим фактором. Эта особенность Абрамсов, кстати, отлично сработала в Первую Иракскую войну 1991 года. Но когда же танки вошли в город и стали выступать в роли полицейских машин, в их борта и корму полетели кумулятивные гранаты, а с крыши за окон домов бутылки с бензином. Вот тут-то Абрамсы стали гореть и взрываться. Причем это удел всех танков без исключения. Ну и какой из этого всего можно сделать вывод? Ничего сверхнеобычного в танке Абрамс нет. Его основное достоинство – это мощная лобовая броня и дальнобойная пушка. Вот только в наступательных действиях этот танк вряд ли сможет оказать существенную помощь украинской армии. Потому как опыт боевых действий в распутницу на Черноземе показал, что судьба Абрамсов в реальных боях мало чем отличается от судьбы их достаточно близких родственников – германских леопардов. А вот в обороне Абрамс по идее должен быть неплох. Ведь вроде бы получается это довольно мощная, непробиваемая в лоб огневая точка. Вот только не следует забывать, что подобные неподвижные цели с успехом поражаются авиабомбами крупного калибра, которые у нашей армии имеются в достаточном количестве. Мало того, не стоит забывать про боевые вертолеты с управляемыми противотанковыми ракетами, а также дроны камикадзе. Да, Абрамсы были хороши в иракской пустыне при полном господстве в воздухе американской авиации, но они еще никогда не воевали в условиях, когда что-то серьезное может прилететь не только сбоку, но еще и сверху. И вот такой рассказ у меня получился о супероружии американской армии, которое они продвигают на экспорт. Если вам понравился формат видео, то подписывайтесь на мой канал. Тут есть несколько видео о немецких танках Леопард и о снарядах с урановым сердечником. Если вы хотите поддержать мою деятельность рублем или получить дополнительный контент обо мне, то подписывайтесь на сервис Бусти. Ссылочка будет в описании. До новых встреч. Пока-пока.